Это итоговый выпуск программы День с толком. О самых ярких событиях этой недели расскажу вам я, Ирина Корчагина. На этой неделе Алтайский край посетил важный гость. Накануне с рабочим визитом в Барнаул приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Первым объектом, который он посетил, стал новый корпус 14-й поликлиники, который должны сдать в скором времени. Это будет самый современный и крупный филиал поликлиники в индустриальном районе. У властей на него большие планы. Большой корпус должен решить вопрос доступности медицины для быстро развивающегося и самого многочисленного муниципалитета Барнаула. Поликлинику начали строить в 2020 году. Пандемия затормозила процесс. Затем на замедление темпов повлиял рост цен на стройматериалы и оборудование, из-за чего пришлось корректировать смету. Конечная стоимость объекта превысила полтора миллиарда рублей. Возводят его при поддержке федерального правительства в рамках нацпроекта здравоохранения. В обновленной поликлинике будут принимать до 900 человек в день. В корпусе расположится диагностическая база, кабинеты неотложной помощи, травмпункт, дневной стационар. За счет средств краевого бюджета уже закупили томограф, флюорограф, трентгеноаппараты и мамографы, подчеркнул Виктор Томенко. Губернатор добавил, что в крае самая большая сеть медучреждений в Сибири. Это требует серьезных расходов на ее поддержание. Поэтому правительство края держит постоянную связь с Минздравом России и признателен ведомству за поддержку краевых решений. В 14-й поликлинике кадровый вопрос практически решен, штат почти сформирован. Но для многих медучреждений края и страны в целом этот вопрос стоит остро. Для высшего образования хочу отметить, что у нас на 26% увеличилось количество мест за последние 4 года. И это относится к специалитету. И практически в два раза увеличилось количество подготовки специалистов в ординатуре. А запрос на узких специалистов высокий. Поэтому это уже реализовано. Затем министр федерального ведомства посетил строительство нового хирургического корпуса Алтайского краевого клинического центра охраны здоровья, материнства и детства. А также побывал в медицинском колледже. Михаил Мурашко посетил центр, в котором будущие медсестры и фельдшеры отрабатывают практические навыки. И высоко оценил его оснащенность и пользу от такой подготовки для студентов-метиков. Также он добавил, что для врачей и специалистов среднего звена в стране реализуются 8 мер поддержки. Подробнее о визите министра мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Ну а сейчас к другой важной теме этой недели. Так вот, на этой неделе избирательная комиссия региона начала прием документов для регистрации кандидатов на пост губернатора Алтайского края. Первым документы предоставил действующий глава Виктор Томенко. Его выдвижение поддержало максимальное возможное число депутатов. Подробнее в нашем сюжете. Виктор Томенко первый кандидат в губернатора Алтайского края, который принес в избирком документы для регистрации своей кандидатуры на выборы. Прием документов начался с сегодняшнего дня. Виктор Томенко признался, что намеренно сделал этот шаг как можно раньше, чтобы быстрее начать избирательную кампанию и рассказать жителям о планах по развитию края. При приеме документов у нас будет осуществляться видеонаблюдение, мы вас информируем. И, соответственно, в процессе приема документов будем проверять то, что вы представляете, а именно сверять количество подписей, представленных со списком лиц, поддержавших ваше выдвижение. Виктор Томенко предоставил 527 подписей в свою поддержку. Это максимальное количество для представления в краевой избирком. Действующего губернатора поддержали депутаты от «Единой России», «Справедливая Россия за правду», «КПРФ», а также других партий и беспартийные из 69 городов и районов региона. Среди них представители уважаемых профессий – врачи, учителя, строители, промышленники, предприниматели. Причем максимальное число подписей Виктор Томенко собрал в довольно сжатый срок, поэтому благодарен всем. Все мы друг друга давно и хорошо знаем, вместе работаем, вместе проходили сложные времена, вместе достигали нынешних результатов развития всего нашего края и отдельных его муниципалитетов, и вместе строим планы на будущее. Другие участники предвыборной гонки пока не закончили эту деятельность. Кандидат от «Справедливой России за правду» Евгения Боровикова, Сергей Булаев от ЛДПР, Сергей Маленкович от «Коммунистов России» рассказали, что впереди у них больше недели для активного сбора подписей. В активной фазе процесс у Елены Хрусталевой от «Партии пенсионеров» и Виктора Нагайцева от «Зеленой альтернативы». Кандидат от КПРФ Мария Пурсакова сообщила в своем телеграм-канале, что на 17 июля ее штаб собрал больше 300 подписей. Владислав Вакаев от «Новых людей» оценил процесс сбора успешным, а Владимир Кириллов от «Партии зеленые» признался, что получил уже половину подписи от намеченного. До дня «Икс» остается меньше двух месяцев. Выборы стартуют 10 сентября. В Алтайском крае закупят 65 автобусов на 800 миллионов рублей. Такая крупная закупка станет возможной за счет специального казначейского кредита. Такие кредиты выдаются на длительный срок до 15 лет и под низкую ставку – 3%. Автобусы приобретут разного размера в зависимости от потребностей того или иного муниципалитета. В Барнауле появится 41 автобус с вместимостью до 100 человек. В Камни-на-Обе и в Горняке 5 автобусов на 30-50 человек. Также автобусы достанутся Олейску, Славгороду и Измейногорску. Планируется, что новые машины выйдут на линию уже в следующем году. А далее. В Крыевой столице продолжают перекрывать дороги в связи с ремонтом тепловой сети. Ранее с этой проблемой автомобилисты столкнулись на участке Витебска и Веры Кощеевой. На этот раз работы начали вести по всей ширине улицы Партизанская от проспекта Комсомольского до здания номер 61. Ограничения на проезд здесь будут действовать вплоть до 1 октября. Также до 20 сентября для ремонта точечно перекрывают промежутки на улице Песчаная. Вскоре сложности с проездом будут также на улице Промышленная и Комсомольском проспекте. Из-за строительно-монтажных работ с 29 сентября следующим образом изменится схема маршрута номер 78. Проспект Комсомольский, улица Чкалова, проспект Ленина. Полностью все работы завершатся в декабре. Администрация города просит автомобилистов заранее продумывать маршруты, чтобы сэкономить время себе и не мешать рабочим. В Барнауле на днях начали эвакуацию жителей аварийного дома на Пролетарской 78. Там в одной из квартир отошел слой штукатурного покрытия на потолке, из-за чего власти ввели режим повышенной готовности. Экспертиза показала, что здание несет угрозу для жизни и здоровья. Двухэтажный дом на Пролетарской построили еще в 1914 году. В 2019-м его признали аварийным и подлежащим сносу. До сегодняшнего дня в четырех квартирах проживало 12 человек. Жителям рассказали о порядке эвакуации. После ее завершения помещения будут взяты под круглосуточную охрану полиции. Люди смогут воспользоваться пунктом временного размещения, либо маневренным фондом, а также получить компенсацию за аренду жилых помещений. Завершается мероприятие по эвакуации жителей. Для жителей размещен пункт временного размещения на базе первой школы. Из 12 человек, проживающих в доме, дом четырехквартирный, двухэтажный, три человека размещены на данном моменте в ПВР. Остальные разместились в специализированных организациях и у родственников. Ситуация находится на контроле администрации района. Теперь предстоит провести оценку рыночной стоимости помещений, чтобы жители аварийного дома смогли получить выплаты на новое жилье. Субсидии в 100 тысяч рублей на покупку, установку и подключение газового оборудования смогут воспользоваться нуждающиеся жители края. Новая форма помощи льготным категориям по программе социальной дегазификации начала действовать с этого года. В Новоалтайске и Первомайском районе субсидии определены уже семи семьям. Чем отличаются субсидии от компенсации затраты и кто может рассчитывать на поддержку? Об этом в материале Елены Макаренко. Каждый месяц глава семьи Евгений Постанчук покупает новый баллон с газом. Семья большая и готовят здесь часто. Но скоро голубое топливо должно само зайти в дом. И большие расходы нести за это не придется. Оборудование, составление сметы и подведение газа к дому покроют субсидии. О такой форме поддержки льготников многодетной семье рассказали сотрудники соцзащиты. Они спросили, имеется ли у нас какая-либо льготная категория. Я сказал, да, мы являемся многодетной семьей. Они сказали, что у нас есть такое право на субсидию в 100 тысяч на догазификацию. Программа догазификации, то есть бесплатное проведение газа в границах земельного участка, действует в России уже несколько лет. Но до этого года можно было лишь компенсировать расходы. То есть вернуть часть затрат уже после подключения к газу и оплаты. При субсидии расходы до 100 тысяч рублей покрывает бюджет. Средства напрямую зачисляют на счет газораспределительной организации. Финансовая нагрузка на граждан при этом снижается. Вот эти граждане, которые сейчас пользуются такой мерой социальной поддержки, как догазификация, они свои средства не затрачивают. Компенсационные выплаты – это когда гражданин самостоятельно затратил средства. И до этого такой меры не было. В настоящее время вот появилась новая мера. Семье Пастанчук за свой счет придется купить разве что газовый котел. Мы собирались брать кредит. А здесь такой подспорь. А здесь, да. То есть очень хорошая помощь. На субсидию вправе рассчитывать те же категории льготников, что и при компенсации. Многодетные, малоимущие семьи, ветераны боевых действий, члены семьи участников спецоперации и другие. У Пастанчук уже готовы необходимые документы. В течение месяца газовики должны подвести трубу и сделать врезку. А в следующем году природное топливо запустят в дом. С газом, конечно, будет больше времени заниматься домашними делами. Уже этой зимой, уверенный Пастанчук, они смогут исполнить давнюю мечту. Всей семьей покататься на лыжах в горном Алтае. Потому что можно будет забыть об электрокотле, из-за которого зимой все время кому-то нужно было оставаться дома. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. На этой неделе в Тольменском районе похоронили двух мальчиков, которые утонули в реке. Трагедия произошла на Чумыше. Там под воду ушли два ребенка 10-11 лет из села Наумово. СМИ со ссылкой на правоохранительные органы утверждают, что один из утонувших – тот самый мальчик, который выжил в аварии на ЖД-переезде в Тольменском районе в 2021 году. Напомним, за рулем автомобиля тогда находилась учительница, которая уже отбывает срок в колонии. Женщина решила подвезти школьников домой. По дороге она отвлеклась, что привело к столкновению с поездом. В трагедии погибло трое ребятишек. Выжил только один ребенок. Добавим, по данным МЧС, в общей сложности по всей России с начала лета утонуло уже более тысячи человек. Почти 200 из них – это дети. Статистика говорит о том, что ежедневно на водоемах тонут 34 ребенка. А далее. У жителей Рубцовска после купания в реке выявили острое паразитарное заболевание. Симптомы у всех одни – зуд, красные пятна на коже, аллергический отек. По предварительному диагнозу, это признаки циркариоза – паразитарного заболевания. В Роспотребнадзоре края сообщают, что сами жители связывают массовое заражение с купанием в старом русской реке Аллей. Именно там в воде могут плавать личинки плоских червей-циркариев, которые проникают в кожу и вызывают зуд, отек и появление пятен на коже. В целом, циркариозом можно заболеть после купания в загрязненных или заросших водоемах. В чистой воде появление личинок плоских червей не фиксируют. Именно поэтому специалисты рекомендуют серьезнее относиться к местам для купания. На сайте Роспотребнадзора края есть полный перечень безопасных точек для отдыха. И что показательно, там ни одной локации в Рубцовском районе. Ближайшие проверенные побережья находятся в соседнем Егоревском районе, сразу пять пляжей. А всего в Алтайском крае специалисты одобрили 26 точек для купания. Четыре из них в Барнауле. Озеро Пионерское, Варежка, Остров Помаскин, Проток Аби. Специалисты напоминают, небезопасный водоем несет угрозу заражения не только паразитарными заболеваниями, но и кишечными, антеровирусными и вирусными, к примеру, гепатитом А. А вот с другой заразой в регионе собрались бороться на законодательном уровне. Речь идет о шумных пивных барах. В Алтайском Заксобрании нам сообщили, что регулярно принимают жалобы на торгующие алкоголем отделы. Этим летом в Госдума поступило сразу несколько предложений, которые смогут урегулировать работу пивнушек. Подробнее расскажет Анастасия Дороган. Шумно и небезопасно. Пивные бары и магазины только за эту неделю не раз тревожили жителей края. В Бийске у кафе произошел конфликт, после чего мужчина дважды ударил другого в голову. Последний скончался на месте. К счастью, чаще происшествия рядом с пивной точкой к жертвам не приводят, но раздражение вызывают. Люди жалуются в основном на две вещи. Это шум в ночное время от музыки или от самих раскураженных посетителей в баре и на улице. И на мусор, который оставляют после себя опять же посетители, после магазина или во дворе жилого дома. В Барнауле несколько многоэтажек не спали из-за подвыпивших любителей музыки. А с такой картиной у дома проснулись сегодня на Паловском тракте. Лужи крови и брошены в них окурок. Терпение людей заканчивается. В Краевом парламенте, говорят, жалобы приходят регулярно. Депутаты оформляют их в законодательные инициативы и отправляют в Москву. И таких предложений федеральный центр принимает с разных концов страны по нескольку за квартал. Этим летом «Единая Россия» выступила за закрытие в жилых домах, кафе и ресторанов, где продают алкоголь. Оставить лишь там, где не будут против сами жильцы. Наделить их таким правом предложили новые люди, внеся проект в Госдуму на этой неделе. Жители, в принципе, хотели бы иметь больше возможностей влиять на какие-то процессы, связанные с местом, где они живут. Судя по сервису Дубльгеса, в Барнауле почти 800 точек, связанных с розливом пива. Большинство из них в многоэтажных домах. Если законопроект примут, озлобленные работой питейных заведений люди могут проредить рынок. На это давят критики идеи. Есть инициативы другие о том, чтобы вообще это запретить. На наш взгляд, это значительно сильнее бьет по бизнесу, полный запрет, чем возможность людям договариваться и выбирать, на каких условиях по времени будут работать. Соответственно, может быть, на условиях вклада предпринимателя в благоустройство территории, которая прилегает к его площадке. В Краевом Заксобрании считают, что наделение жильцов правом разрешать или запрещать продажу алкоголя в доме сложно реализовать. Но в целом уверены, что в этот раз законотворческие инициативы от разных регионов и партий могут достигнуть цели. Однако, по мнению председателя профильного комитета КЗС Владимира Семенова, верным было бы решение передать полномочия по регулированию питейных заведений властям субъектов, чтобы на месте определять, какие критерии ввести. О чем можно говорить? Можно говорить о наличии, например, хорошей барстойки. Можно говорить о наличии кухни. Потому что наша задача накормить, а не напоить. Да? Ну такая большая. Можно говорить о наличии, например, гардероба. Можно говорить о количестве посадочных мест. То есть можно поработать с критериями для того, чтобы убрать именно псевдобары. Набор тех или иных критериев может поднять качество самих питейных заведений и вытеснить полулегалов. Случится ли это, будет понятно к осени. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаульцы на этой неделе делились фотографиями необычных комаров. В условиях и без того комариного лета такие пришельцы вызывают лишь больше вопросов. Кто они? Откуда прилетели? И хотят ли нашей крови? Сейчас узнаем. Желтобрюхи, двукрылые и темноусы. Такого незнакомца встретил житель Барнаула. По словам антомологов, это и впрямь разновидность комаров. Причем древнейшая. Родосцероид или листовые комарики. Но в отличие от своих кровожадных сородичей, человеком они не интересуются. Хоботки у взрослых особей сцероид недоразвиты. Они ничем не питаются, а потому живут не более двух недель. А вот их личинки весьма прожорливы. Едят разложение и участвуют в перегное почвы. В природе они очень полезны. Если их много, следовательно, будет очень активный перегной листовой. Они участвуют в переработке. В теплицах помогают улучшать почву. Вот взрослые безобидные функции спаривания, оплодотворения. Отложить яйца. Все. Встречаются они во влажных и теплых местах по всему миру. О желтобрюхих цар, говорят эксперты. Много в соседней республике Алтай. В Барнаул их могло занести недавними ураганами и колебаниями температур. Но неизменными спутниками по-прежнему остаются обычные комары-домошки. Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, в июле их численность в крае выросла вдвое. Там же подчеркнули, что это циклический процесс, который на Алтае регистрируется в среднем раз в 3-5 лет. Похожая ситуация и в других регионах. Он весь по коцам подошел к нам. Он весь просто в шишках там. В Красноярском крае засняли жутковатые кадры окровавленного мужчины. По словам человека за кадром, мужчину искусала в тундре мошка. Тот, якобы в нетрезвом виде, уснул на свежем воздухе и просто не чувствовал укусов. Дальнейшая судьба героя видео неизвестна. А вот как справляются с комариной атакой барнаульцы, особенно лесники, дачники и садоводы. А без комара как же. Своя прелесть в жизни. Когда комар укусит, спать не надо. Дремать. Человек не будет, бодрый будет. Это же как иглоукалывание. Ну это же сад, это же любовь. А когда любовь не воспринимаешь комфортно, некомфортно. Да, комфорта нет, но это все от души делается. Легко, изящно, изысканно. Когда не заедают, особенно я живу в Барнаулке, там невыносимо выйти. Ну не стали нигде травить вообще. Съедать в прошлом году меньше было комаров. А нынче сильно много, чересчур даже много. И такое иглоукалывание придется еще потерпеть. Развитие у насекомых идет порядка месяца. Поэтому наплыв может прекратиться лишь к концу июля или началу августа. А если в крае сохранятся высокая влажность и жара, то загостятся комары еще долго. Но вся надежда остается на голодных стрекоз. И их, к слову, в крае уже замечают. «Красная ковровая дорожка» – известные актеры, писатели и сотни фанатов. Последние дни в Алтайском крае проходили под эгидой 25-го Всероссийского шукшинского кинофестиваля. Наша съемочная группа сейчас находится на закрытии фестиваля в селе Сростки. А пока предлагаю посмотреть, как все начиналось. Горячо встретить гостей шукшинского фестиваля собралось несколько сотен поклонников. На «Красной ковровой дорожке» делегация кинематографистов. Артисты Борис Галкин, Ирина Купченко, Ольга Прокофьева, Игорь Петренко, председатели жюри конкурсных программ Михаил Калинин, Дмитрий Кунин и известные литераторы. Приглашенных звезд не хотели отпускать. Фотографировались и брали автографы. Хочется ко всем вам прикоснуться, к вашему солнцу, к вашему гостеприимству. Спасибо. Просто мы уже на «Красной дорожке» обрели вашу любовь и в ней уже купаемся. Зрители радовали хореографией и песнями. Актеры театра и кино вспомнили творчество Василия Макаровича и его жизненные принципы. Так кинофестиваль проводится под девизом «Нравственность есть правда». Что бы подумал Василий Макарович, если бы он вдруг узнал, что спустя столько лет тысячи, сотни тысяч людей смеются и плачут, читая его вымыслы, его рассказы. Что они любят то, что любил он, верят в то, во что верил он, стремятся к тому, к чему стремился он. И благодаря ему находит правду, которую всю жизнь искал Василий Макарович. Игорь Петренко прочитал рассказ Шукшина «Ваня, ты как здесь?» В рамках фестиваля алтайские зрители увидят кинокартины, которые еще не были в большом прокате. В этом году конкурсная программа включает в себя полнометражное игровое кино, короткометражное игровое и впервые за долгое время документальное кино. Кроме того, зрителям представят спецпрограмму, снятую в Сибири. По атмосфере, как все проходит, поскольку я два раза уже был до этого, как-то сейчас так немножко масштабнее стало. Опыт накоплен и должно получаться лучше. Одна беда нынешнего кино, хорошего кино у нас почти нет. Мы продолжаем, в общем-то, все традиции, которые за эти годы сложились, связанными с обращением к его наследию, к культурному наследию, с его изучением этого наследия, убежден, что для того, чтобы лучше понимать и любить свою землю, людей, которые здесь живут, конечно, надо глубоко, внимательно знакомиться с творчеством Василия Макаровича Шукшина. Впервые наряду с мероприятиями организовали деловую программу кинофестиваля. Я расскажу своим коллегам, кинематографистам из разных регионов, как мы, как платформа, взаимодействуем именно с региональными кинематографистами и вообще, в принципе, с продакшенами. Мне кажется, это потрясающе, что губернатор и Минкульт Алтайский, они сделали настолько потрясающее мероприятие для всех, а не только для кинематографистов, которых позвали, чтобы что-то там обсудить или показать. Добавим, награждение победителей и вручение главного приза пройдет на церемонии закрытия Шукшинских дней на Алтае. Зрители и гости Всероссийского фестиваля встретятся на горе Пикет в Сростках в эту субботу. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. На этой неделе две детские команды хоккейного клуба «Скиф» отправились на соревнования в Китай. Это первый подобный случай в новейшей истории алтайского спорта. К выходу на лед в международную арену юные спортсмены готовились около месяца. О том, какая у них тактика и как еще связана история хоккея из Поднебесной с нашим регионом, смотрите в сюжете Данила Кузнецова. Несмотря на надписи на автобусе, его пассажиры едут не на мероприятия по спортивному туризму, и уж тем более не по России. История циклична, и «Скифы» вновь отправляются покорять Китай, как это было еще до нашей эры. Только теперь это не кочевники, а полностью бесплатный детский хоккейный клуб, созданный Владимиром Поповым. Нас пригласили. Мы в кратчайшие сроки с Владимиром Александровичем это все обсудили. С руководством нашей школы стали заниматься не так просто попасть в Китай. Пришлось сделать страховки, оформлять все это быстро, ПЦР-тесты на въезд в Китай, все это загружать. То есть все это мы месяц плодотворно помимо хоккейной работы еще занимались в этой организации. Подготовка двух команд 2013-2014 годов рождения к соревнованиям велась в кратчайшие сроки. Проблемы добавило также то, что игру соперников толком не проанализируешь. Этих видео нет в интернете, поэтому пришлось выбрать проверенный вариант тактики. Можно завести нападающего, потом другой крайний нападающий заберет шайбу и начнется атака. А у атакующего плана защитник. Можно легко отдать ему, если даже на тебя трю игрока. Соревноваться алтайским ребятам предстоит не только с китайцами. На льду международной арены в городе Тяньцзинь соберутся спортсмены из Гонконга, Таиланда, Казахстана, Тайваня и многих других стран. Кстати, именно в Тяньцзине в прошлом веке зародился китайский хоккей. Свой след в его истории оставил и наш регион. Ряд тренеров из нашего школы Олимпийского резерва по хоккей Алтай сейчас являются тренерами команд Китая. Но не профессиональных, не национальных, а это клубные команды, это коммерческие какие-то команды. Теперь пришло время для детских свершений. Сейчас игроков ожидает перелет до Пекина и трансфер до Тяньцзиня. А далее множество игр с иностранными соперниками. Но юные спортсмены не боятся. Не зря же их подбадривали родители. Только что сказал сын, выходи, играй, бейся. Ты для нас уже чемпион. И помню, что все будет хорошо. Спасибо Попову Владимиру Александровичу и всем, кто в этом занят, за такое здоровое и счастливое детство наших внуков. Детей ждут сложные матчи отчасти, потому что в одной из групп соперники в среднем на год старше. Поэтому, если что-то не получится, это все равно отличный опыт, который точно пригодится для старшей команды. В особенности на первенстве России, где ребята будут отстаивать честь Алтайского края уже в этом году. На днях барнаульцы разобрались, как же сидеть на новых лавочках, которые установили в парке «Изумрудный». Этот вопрос взволновал многих горожан. После того, как в парке начали монтировать дополнительный вход, люди активно спрашивали в соцсетях о том, что же это такое за дизайн и как пользоваться выемками в новом заборе. Барнаул – парк «Изумрудный». Реконструкция. Многих интересовало, что это за ниши такие, похожие на яйца. Как тут, если это скамейки, сидеть-то? А вот оказывается как. Все нормально, усидим. Сначала в заборе появились вот такие своеобразные выемки. И любознательные, к тому же не особо терпеливые горожане были весьма озадачены их дизайном и применением. Но после того, как в металлических выемках появился деревянный настил, вопрос у людей отпал. И многим новые лавочки пришлись по душе. Когда я первый раз сюда приехала, не сегодня, а увидела эти выемки, подумала, что это очень интересно. В плане дизайна интересное решение и в плане комфорта, удобства. Бабуля идет просто присела, мама с ребенком идет присела. Ретро-велопробег, выставка картин, хореографическое выступление в ретро-костюмах и не только. А так на неделю открыли проект «Историческая линия» в Барнауле. Это пешеходно-туристический маршрут для самостоятельного знакомства туристов и жителей города с Барнаулом и его наследием. Наш корреспондент Юлия Щепина – одна из первых, кто оценил историческую линию города. Стать участником экскурсии по историческому центру краевой столицы теперь сможет любой желающий, будь то гость города или его житель. Проект «Историческая линия» – это бесплатное знакомство с важными историческими периодами и достопримечательностями Барнаула. Проводник по экскурсионному маршруту – красная линия на тротуаре. Ее протяженность – около двух километров. В Барнауле историческая линия пролегла в историческом центре. Это, естественно, улица Ползунова, где сконцентрированы основные памятники архитектуры города. Это улица Молотобольская, ее пешеходная часть, проспект Ленина, улица Пушкина и площадь Свободы. Это кольцевой маршрут, то есть эта линия, она не в один конец. Зайдя на каком-то из участков линии, человек сможет пройти по каждой из точек и вернуться в то место, откуда начал. На протяжении всего маршрута установили 20 информационных конструкций. С их помощью можно воспользоваться аудиогидом. Чтобы воспользоваться аудиогидом, достаточно иметь в руках телефон. На каждом информационном столбике расположен QR-код. Считав его, можно прослушать информацию об объекте и увидеть подробные сведения. Такие изменения на улицах города не остаются незамеченными. Это интересный проект, учитывая то, что у нас это является таким старой столицей города, так сказать. Тут много исторических зданий сохранилось. Мне, честно говоря, нравится здание бывшего завода «Спички», монументальное строение. Также мне нравится шпиль, всем известный. Тоже ключевое здание нашего города получается. Это сплочение, я считаю, нынешнее прекрасное время нашего народа. То есть, мне кажется, вот эти все исторические моменты, открытие, что-то значимое, вековое такое, оно необходимо для нас сейчас. Мне прям вот эта идея, что я должна посетить все. Мне прям очень хочется начать вот прям сегодня. Потому что я многого, оказывается, не знаю тех мест, которые у нас в Барнауле существуют. Город Барнул перенимает, наверное, передовой опыт других городов Российской Федерации. Такие проекты существуют в Екатеринбурге, Иркутске и других городах. Я думаю, что этот маршрут будет интересен не только и не столько гостям города, как его жителям. И это уникальная возможность, когда каждый Барнаулец сможет, хоть и на какой-то короткий промежуток времени, почувствовать себя туристом. Пройти по улицам города, узнать что-то новое. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Что ж, такое мы запомним эту неделю. Я с вами прощаюсь. До следующей недели. Напоминаю, что вы можете рассказывать нам об интересных темах и обо всем, что вас волнует по телефону редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова